Ребята, всем доброе утро! Мы уже проснулись, мы выспались сегодня. Такой солнечный сегодня день. Ребята, у нас здесь муха только что. Серёжа убил сегодня, наверное, 15 мух в нашем море. Я бы, наверное, очень злилась, если бы эти мухи ещё с утра... Ой, пиолы, прячься. И я бы, наверное, очень злилась, если бы эти мухи садились нам на лицо. Они какие-то воспитанные, а они не садились нам на лицо. Мне просто было темно, а я не темно, тебе не это. Да, ну как темно? Ну, что, закрытишь. А, мы просто здесь был... Я свет оставила в коридоре, чтобы увидеть Полину. И это... Возможно, они на этот свет туда летели. Короче, мы не очень... То есть и камеры тоже живут. Божьи комары. Серёжа, короче, вот это ходит и машет полотенцем. Убивает их. Мы идём завтракать сегодня солнечно. И надеемся, мы... Я уже покупаю спасение, потому что вчера Серёжа заскочил, выскочил. Там специально заказываешь, для тебя делают омлет. И чего мы здесь ещё вкусного едим? Это такие лепёшки с ихним сыром. Что, сынок? Ярик там всегда бежит и набирает сок. Ярослав, ну давай, может, воды немножко выпьем, да? Юля не хочет купаться, хочет загорать. Просто бассейн такой холодный. Нет, а он сейчас должен быть не холодный. Сейчас пойдём испытаем его, да? Красота. Ярослав, идём плавать. Не, мы не папа. Давай, 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 давай. Ярик... Ой, Ярик учит Серёжа. Серёжа учит Ярика плавать. Ярик так уже сильно ногами гребёт. Работай, работай. Посмотри, как ты клювёшь. Классно. Молодцы. Работай, работай. Работай ногами. Посмотрите, как мы работаем. Мы как порогли. Подавай всем сигнал. Ярик плывёт. Давай, 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 давай. Работай, работай. Давай, давай, поплыли, поплыли. Ребен, да тут я. Да, конечно, эту идиллию нарушает муха. Мы только что плавали в бассейне, приходим. А здесь вот такая красивая постель, цветок. Вот это сделали, скажи, Ярослав. Круто? Дякую. Спасибо, сынок. Бу-бу. Ребята, ещё нам тут очень кровать не нравится. Тут матрас, и он то ли настолько уже продавленный, или там под матрасом проломано основание, я не знаю. В общем, Полина сейчас вот просто в яме лежит. Видео, может, не совсем передаёт, но вы видите, что вот тот угол поднят, а сюда идёт углубление. Вот я решил выбраться из нашего отеля в город. Пройдусь, посмотрю, что тут есть вокруг. Конфету жую. Hello. Вокруг горы. И дорога. Пустыня, горы и море. Больше ничего нет. Зашёл я тут до какого-то небольшого поселения, и тут вот есть место, где погружаются. Вот, ребята, видите, сейчас будет погружаться, и там голубая водичка немного, не такая синяя. Наверное, что-то интересное. Улыбайтесь в Дахабе. Кстати, выглядят блокпосты в Египте. Они встречаются очень часто. Такие щиты, бочки стоят. Надо их объезжать, чтобы подъехать к блокпосту медленно. На сам блокпост сзади, я показывать вам не буду, чтобы не было лишних проблем. Кстати, я только что у ребят там спросил, сколько дайвинг стоит. Значит, одно погружение или занятие, не знаю, как его назвать, 45 минут. В общем, 25 долларов американских. Сейчас ещё в других местах поспрашиваю. Ну, конечно, цена тут более божеская, чем на Мальдивах, например. На Мальдивах это стоило, по-моему, или 50, или 100. Уже даже не вспомню. Подороже, конечно. Шёл я только что по набережной к нашему отелю. Встретил снова Мишу Бедуина вчерашнего. И он сидел с компанией. Там было ещё два египтянина. И две бабушки. Оказались бабушки немками. И с одной из них... Ну, они меня пригласили, эти ребята, Миша. Пригласили, говорят, садись с нами. Опять давай чай попьём. Ну, я сел, попили. И разговаривали. Та бабушка, давай со мной разговаривать. Рассказала свою историю. Оказывается, она тут живёт. То есть, она какая-то пенсионерка немецкая. И говорит, я... Ну, потому что я сначала подумал, что она тут отдыхает. Я говорю вам хорошего отдыха. Когда уже уходил. Она говорит, я тут живу. Потому что, говорит, у меня пара ойру. Пару ойру в кармане. Там пару ойру. Ей хватает тут на нормальную жизнь. То есть, она на свою пенсию тут живёт в разы лучше, чем если бы она жила в Германии. Потому что всё тут дешевле намного. Говорит, ей очень комфортно. Тепло, круглый год. В общем, ей очень нравится. Вот такие бывают случайные встречи. Истории мне всегда нравятся. И, ребята, у кого есть возможность путешествовать самому, попутешествуйте. Потому что... Такие истории в основном знакомства случайные. Случается только, когда ты сам где-то путешествуешь. Когда уже с семьёй, то мало с кем удаётся познакомиться. Как-то всё, семья, семья, заботы. А это я пошёл один и вот так познакомился с бабулями. Вот такие истории. Ребята, Ярик, вот сколько мы... Он всегда возле нас. В Германии там, всегда под присмотром. А тут такая территория большая, что он реально сам гуляет. Мы его отпускаем, и он вот тут гуляет сам. И сейчас... Откуда ты пришёл, Ярослав? Ты там сидел? Он вот там аж сидел, где-то возле пальмы. Сам себе игрался. В общем, прикольно. Первый наш опыт отпускать ребёнка самого куда-то. Потому что тут закрытая территория, отель. В принципе, конечно, тоже не всё безопасно. Тут есть ступеньки и всё такое, но гуляет сын уже сам. Самостоятельный. Ребята, загадка нашей кровати найдена. Почему она такая была прогнутая? Смотрите, поднимаем матрас. Что мы тут видим? Тут не ламели, а обычные-обычные доски. Вот это с кирпича сделано. Да, и посмотрите, они неравномерно расположены. Сейчас я их распределю, чтобы тут равномерно было. Это просто яма. Потому что это ж никуда не годится. Так можно и провалиться. Да? Да? Да, конечно. Ой, да, да. Ну, я не знаю, мы сколько жили, мы всегда жили в трёхзвёздочных, и всё было нормально. Ну, скажи. Нет, это вроде как нормальный, но так что-то. Там не то, там не то. Ну, там, конечно, да, море, бассейн, там, территория. Постоянно в пятизвёздочных отелях жили. Ну, блин, у меня так спина сегодня болела, капец. Ну, то. Сейчас мы это всё поправим, да? Ребята, в Египте ж вода очень ценный ресурс. И вот паренёк поливает газон, он специальным аппаратом, который разбрызгивает эту воду, как из душа, но очень-очень-очень тонкими струйками на уровне пара, можно сказать. У него там бачок за спиной литров на 20, его хватает, наверное, чтобы тут все газоны полить. Реально. Потому что воды мало в Египте, надо экономить. Это всё-таки пустыня. Сегодня готовят курицу, или даже не знаю, тут курица и какие-то такие их не... Как это назвать? Котлетки, как бы, да? На огне. Классно. Сегодня у нас каптей готовят на гриле, да? Да, я набрала очень... Не классные? Давай попробуем. Это типа как шашлык по-турецки, по-арабски, не знаю, как назвать. Вот это беш. Классная? Как шашлык, да? Реально очень вкусная. К ним бы ещё попал и соус. Приятного аппетита. Аппетита. Реально проголодался, потому что кушали... Завтракали, а в обед что-то там перекусили. Да. Реально. Аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok